Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти, а в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Вслед за бюджетными седанами появились и бюджетные кроссоверы на нашем рынке. Про «Дастер» и «Каптюр» мы уже рассказывали. А теперь встречаем Hyundai Creta. В свое время этот кроссовер стал бестселлером, потому что с ценой у него все в порядке. Да и машины у дилеров появились сразу после объявления начала продаж. Сегодня мы будем рассказывать про надежность и хлопотность этого кроссовера, который был изначально создан для китайского рынка, а с 2016 года прописался на конвейере под Санкт-Петербургом. Нарекания в адрес Креты появились уже у первых владельцев, но ничего серьезного. Дело в том, что появлялись вспучивания краски на двери багажника, а это значит, что лакокрасочное покрытие и подготовка кузова были не идеальными. Вдобавок, детали крышки багажника отштампованы из неоцинкованной стали. Клиенты возмущались, а дилеры исправно перекрашивали кузовные элементы. Сообщается, что проблема со вспучиванием краски на задней двери Creta была решена на заводе в декабре 2016 года. Правда, случаи вспучивания краски на задней двери Creta редко, но все же случаются. Бугарки под краской могут появиться на боковых дверях и на крыльях без видимых на то причин. Обычно такая неприятность встречается на 6-7 летних машинах. А если говорить о состоянии кузовов Creta на сегодняшний день, то беспокоиться не стоит. Не цветет, не ржавеет и лишь самые глубокие сколы иногда превращаются в жуков. Это больше всего актуально для панели крыши. Владельцы Hyundai Creta заметили, что дверь багажника может начать греметь и грохотать при проезде неровностей, либо ухабов и так далее. Регулировка двери не помогает. Можно в качестве глушителя намотать изоленту на петлю замка багажника, но лучше всего использовать удлиненные упоры, на которые опирается дверь в закрытом положении. Иногда может глючить кнопка открытия багажника. То не работает совсем, то провоцирует ложное срабатывание. Это происходит из-за попадания в нее воды. Hyundai Creta доступна с двумя атмосферными бензиновыми двигателями. Оба мотора хорошие, никаких глобальных проблем нет, но циркулируют слухи, что у мотора 1.6 появляются задиры из-за разрушения каталитического конвертера. Да, и действительно мотору не поздоровится, если из-за плохого бензина катализатор разрушится. Другое дело, что в появлении задиров в виде царапин в цилиндрах, но только в узких областях напротив поршневых юбок, то есть в полости движения шатунов, катализатор вряд ли виноват. Да, что-то похожее на задиры в цилиндрах 1.6-литрового мотора может появиться. Скажем честно, при осмотре цилиндров эндоскопом вы, скорее всего, увидите ее в каждом моторе G4FG. Но по факту эта выработка ни на что не влияет. Мотор может даже шелестеть поршнями на холодную без просадки в компрессии. Этот мотор не склонен к масложору, если только масляный сервис, то есть экономия на нем не приведет к закоксованию маслосъемных колец. Все то же самое можно сказать и про двухлитровый мотор. Скорее всего, осмотр цилиндров эндоскопом вас вряд ли обрадует. Будут обнаружены побежалости в зоне прилегания поршневых юбок, но в целом этот мотор бодро пройдет 300 тысяч километров. Добавим, что это тот же мотор, который на Sportage заслужил неважную репутацию, а на Creta на него установили масляные форсунки, которые спасают стенки цилиндров от чрезмерного трения поршней и их взаимного перегрева. Из эксплуатационных моментов отметим важность установки максимально оригинальных свечей зажигания. Они иридиевые с платиновой вставкой в боковом электроде. Эти свечи выхаживают по 80 тысяч километров, стоят по 15 долларов за штуку. Далеко не каждый заменитель имеет платиновую вставку. Механическая трансмиссия встречается только на Cretax с 1,6-литровым двигателем. Нареканий по ним нет, однако в гарантийный период случались замены ее из-за гула и из-за запотевания по стыку половинок ее корпуса. Добавим, что среди некоторого количества владельцев автомобилей Hyundai и Kia SMKPP популярна операция по удалению клапана замедлителя сцепления. Он находится в главном цилиндре сцепления под выходным штуцером. Опытным владельцам этот клапан мешает ездить по бездорожью и буксовать, так как сцепление схватывает медленно. Поэтому и горят его накладки при продолжительных буксованиях. Вообще, этот клапан служит для того, чтобы при смене передач машина не клевала носом, если неопытный драйвер неловко переключает передачи. Зато это происходит у опытных водителей, которые очень быстро топчут педаль сцепления в пол и меняют передачи. Автоматической трансмиссией оснащались все без исключения 2-литровые Creta. Плюс опционально Cretax с мотором 1,6-литровыми, моноприводные, так и полноприводные. Это автомат А6. Надежный и ресурсный, легко пройдет 300 тысяч километров и более. У нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Если интересно, обязательно посмотрите. Добавим, что в этом автомате надо менять АТФ каждые 50 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас объявление. Если вы разбираетесь в устройстве автомобиля и хотите применить свои навыки на практике, то добро пожаловать на работу в компанию «АвтоСтронг» на склад в городе Минске. Наш огромный шестиярусный склад. Все ссылочки и подробности я оставил в описании. Ну а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Если заглянуть под капот Креты в область крепления петель, то можно увидеть огромные ниши. Сюда набивается листва и грязь. Ну, грубо говоря, листва набивается за передними крыльями и локерами. И если отогнуть локеры, то можно там увидеть приличный слой компоста. Все это надо вычистить, а ниши сверху прикрыть уплотнителями передних крыльев. Они, кстати, продаются во многих сетевых интернет-магазинах. Также можно установить газовые упоры капота. Со временем на двухлитровых кретах начинает звенеть и броничать задняя банка глушителя. Это звенит и брончит, расположенная в ней заслонка. Так вот, чтобы решить эту проблему, либо надо заменить вот эту банку на новую, либо владельцы выпиливают лючок и заваривают заслонку намертво, либо же ее удаляют. То есть, если вы купили крету с лючком, то не беспокойтесь, проблема с заслонкой решена. И в идеале после такой операции надо покрыть банку термостойким грунтом и краской. Hyundai Creta продавалась с полным приводом не только в самой топовой версии с двухлитровым мотором и АКПП, но и с мотором 1.6 и МКПП. Но эта версия была доступна не во всех модельных годах. По поводу полного привода беспокоиться не стоит. Муфта здесь устанавливалась от Tuxon, улучшенная, которая не боится попадания воды внутрь. Ну и по остальному, естественно, в зависимости от условий эксплуатации могут возникнуть вопросы по карданному валу, естественно, по поводу крестовины и подвесного подшипника. Вот чему точно нужна профилактика, так это угловому редуктору, грубо говоря, раздатке. Здесь по давней корейской традиции в зоне риска шлицы промежуточного вала, который соединяет правую ось. Шлицы ржавеют вплоть до полного обрыва, поэтому надо набивать профилактические шлицевые соединения смазкой, потому что с завода там ее очень мало. Кроме этого, нужно оценивать состояние сальников на выходе из углового редуктора. К пробегу в 100 000 км они начинают пропускать влагу внутрь. Поэтому, если вы планируете покорять глубокие лужи и броды на крете, то обязательно позаботьтесь о герметичности раздатки. Кстати, у нас машина с передним приводом. Замечено, что направляющие задних суппортов на кретах ржавеют даже при абсолютно целых пыльниках, поэтому надо их вынуть, почистить и смазать. Передние направляющие менее подвержены коррозии, но и им не надо отказывать в обслуживании. Подвеска у Hyundai Creta простая и надежная. Спереди стойки McPherson, сзади скручиваемая балка у моноприводных и простая многорычажка у полноприводных. Стойки стабилизатора стоят по 25 долларов, выхаживают 50 тысяч километров и втулки стабилизатора продаются отдельно. Все компоненты передней подвески можно купить отдельно. Сайленблоки по 13 и 30 долларов шаровой опоры, 10 долларов рычаг в сборе, 200 долларов есть заменители в три раза дешевле. Абсолютно все сайленблоки четырех рычагов задней подвески полноприводных Creta продаются и детализируются отдельно. Сайленблоки подпружиненного рычага стоят по 8 долларов, крохотные сайленблоки поперечных рычагов по 5-10 долларов и только втулка продольного рычага по оригиналу стоят 80 долларов. Заменителей, которых дешевле в 4-5 раз хватает. Два единственных сайленблока задней балки Creta продаются и детализируются отдельно по 35 долларов. Ступичные подшипники продаются отдельно от ступиц и стоят по 15 и 30 долларов. В целом задняя подвеска и передняя подвеска Hyundai Creta не совсем дорого перетряхивается по деталям. Сайленблоки подвески ходят по 150 тысяч километров. В целом Hyundai Creta кажутся долговечными машинами несмотря на их бюджетное происхождение. Да, опасения вызывают задиристые движки, поэтому надо обязательно прислушиваться к шелесту поршней на холодную, а также осмотреть цилиндры эндоскопом. Там почти наверняка будут побежалости в перемешку с вертикальными царапинами, а хуже, если износ будет по всей окружности цилиндров. Это явный признак попадания пыли из нейтрализаторов. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».